Ты почувствуешь, когда можно стрелять. Задержи дыхание, не шевелись. Сейчас. Первого выстрела. Неплохо, да? Алло. Алло, добрый день. Да, добрый день. Я прошу прощения, можно Сергея Паяркова к телефону? Да, да, слушаю вас, да. Сергей, меня зовут Алина, сценический псевдоним Аглая. Возможно, слышали, я уже три с половиной месяца, как начала сольную карьеру. Сергей, мне посоветовали вас, как известного художника, мастера современного пиара. Можно было бы с вами встретиться, Сергей? По поводу. Я готова на любые скандальные материалы о себе в прессе, понимаете? Я готова разоблачаться в прямом и переносном смысле. А только я тут при чем? Я ведь не занимаюсь пиаром кого-то, кроме себя. Вы знаете, Сергей, мне кажется, что мы могли бы найти точнее соприкосновение, потому что я готова оголяться, Сергей, я готова оголяться частично и целиком. Вы слушайте, я не занимаюсь пиаром кого-то другого, кроме себя. Я не пиар-агентство. Одна страховая компания готова застраховать мой голос за 2 миллиона долларов. То есть, как две порты Дженнифер Лопес. Я готова застраховать свой любой орган и потом искать на него приключений. Смотрите, я готова с вами судиться, например. Судиться с любым юридическим и физическим лицом. Мне это просто не нужно. Вам нужно работать с арт-агентами. Правильно. Они мне вас и посоветовали. Просто одна страховая... Они ошиблись, когда меня посоветовали. Что вы выпускаете карты, например. Я готова выступить в любом... Меня это не интересует. Смотрите, это не моя специальность. Я этим не занимаюсь. Я готова в любом провокационном виде на вашей новой карте изобразить. Мне нет в этом необходимости. Просто, смотрите, я вставила себе в кольцо пупок. Ну и что? Меня это не интересует. Я этим не занимаюсь. Сереженька, дорогой мой. Смотрите, если бы вы с вами встретились... Я не с ней уверен. Я похожа теперь на гранату. Ну, возможно, на секс-бомбу. Просто некоторые рекомендуют довести количество колец в пупке до пяти, чтобы потом можно было вешать занавеску. У меня расписан каждый час. Мне нет в этом смысле. Очень жаль. Вам просто дали неправильный совет. Мне сказали, что вы сейчас в галерее да Винчи работаете над скульптурной композицией Будённой на коне у постели умирающего Горького. Я готова выступить в роли коня Будённого. У меня нету желания заниматься тем, чем вы мне предлагаете. Ну, возможно, меня вели в заблуждение. То, что вы мне рассказали, меня не интересует. Сереженька, это Чекалкин, Дмитрий. Пытались я разыграть. Боже, Дима. Офигеть. Слушай, я тебя обожаю, дорогой. Спасибо, Сереженька. Спасибо. Пока.